добрый день дорогие друзья я приветствую вас на своем канале и сегодня я хочу поделиться с вами тем как я делаю заготовки на неделю различных мясных полуфабрикатов из фарша собственного производства а в данном случае сегодня вот из этого же фарша я сделал очень вкусные котлеты а часть фарша который я приготовила я замораживаю на неделю это очень удобно не нужно в течение недели искать продукты бегать по магазинам а достаешь из морозилки собственного производства полуфабрикаты и готовишь очень вкусные блюда для того чтобы приготовить полуфабрикаты я взяла 2 килограмма свинина 2 килограмма говядины приготовила овощи чесночок болгарский перец зелень натерла морковку одну картошину обязательно пропускаю я всегда делаю фарш с овощами он получается очень нежный очень вкусный очень ароматный ну кстати об ароматах я добавляю различные специи сюда смесь прованских трав куркуму обязательно молотый перец черный солю фарш и хорошо перемешиваю затем делю на две части одна часть это будут котлеты вторая часть сегодня я сделаю это будут ленивые голубцы она очень часто я делаю еще и тефтели или фрикадельки для супчиков и или или добавочные еще но первую часть котлеток я однозначно сразу отправила тушиться вторую часть фарша для котлеток я замораживаю как сделать так чтобы котлетки сохранили всю свою свежесть и прелесть и однозначно форму берем большую тарелку накрываем ее пищевой пленкой и фарш приготовленный формируем в котлетки обваливаем в муке и выкладываем на эту тарелочку вот так у меня все получилось нужно стараться чтобы они не прилипали друг другу и вот такую тарелку отправляю в морозильную камеру на заморозку вторая часть у меня сегодня запланирована для ленивых голубцов поэтому сюда я буду добавлять сегодня капустки сейчас нашинкую капусту я делаю ее ну стараюсь да как бы тоненько но потом еще обязательно разрезаю вот так на три части потому что когда остаются длинные волокна такие длинные кусочки капусты но они немножко подгорают при жарке ну и очень сложно сформировать такую котлетку а вот поэтому стараюсь сделать это мельче но не совсем мелко как-то однажды а у меня в комментариях одна женщина написала что она перегоняет капусту через блендер потом добавляет фарш вы знаете будет очень много жидкости они будут такие плавающие а вот когда капуста тушится вместе с мясом то получается очень очень здорово чуть-чуть я сюда еще добавила соли потому что у нас добавилась капуста и точно так же как котлеты я обваливаю в муке и распределяю по тарелке которая обернута пищевой пленкой это делается для того чтобы когда котлеты замерзнут очень просто и легко можно было снять замороженную котлету и уже убрать в пакет на постоянное хранение голубцы получаются очень сочные очень вкусные ароматные здесь очень много овощей различных то есть все это вы добавляете по вкусу специи какие вы любите овощи в том количестве которое любите может быть вы любите чтобы побольше мяса было я сегодня делала фарш и ну может быть да как не совсем один к одному с капустой капуста чуть чуть поменьше мы так любим в семье вы делаете по своему вкусу на свое усмотрение точно так же если тефтели то есть рис добавляете по вкусу вот такая вот тарелочка получилось а с ленивыми голубцами и я отправляю ее на заморозку а сегодня на ужин я подаю уже готовые вкуснющие котлетки домашние котлетки они не сравнятся ни с какими полуфабрикатами купленными магазине готовятся очень быстро за счет того что там много овощей они сочные вкусные посмотрите как они разрезаются видно какие они воздушные на вкус они просто обалденные я рекомендую попробовать вам один раз и уверяю что это станет самым любимым блюдом для вашей семьи и вы тоже будете делать а также как делаю я ну а фабрикаты полуфабрикаты уже замерзли вот я их достала и теперь просто я складываю их по пакетиках не нужно их сильно долго передерживать морозильной камере потому что из них будет испаряться влага и вот так запаковав пакеты максимально надо убрать воздух завязываю очень так плотненько и убираю морозилку все ужин среди недели можно считать что готов гарнир можно использовать любой картофель макароны все что вам нравится тушеная капуста со всеми со всеми гарнирами будет очень вкусно рекомендую друзья вам этот способ и если понравилось мое видео ставьте лайк подписывайтесь на канал не забывайте делиться с друзьями этим видео своих социальных сетях и я жду вас снова заглядывайте ко мне на сегодня у меня все с наилучшими к вам пожеланиями мария до новых встреч